Периодически подписчики из Украины пишут мне предательница, но ни один еще не ответил внятно, кого я предала. Я знаю украинский лучше, чем русский, я жила в Украине и не хотела никуда уезжать, но 8 лет меня угрожали убить националисты, которые говорят на непонятном языке, на суржике. А 24 февраля я проснулась от взрывов и от сирен. И перед тем, как рассказывать мне, кого я предала, посмотрите на самых главных патриотов. Именно те, кто надевал вышиванку и чаще остальных кричал «Слава Украине!», именно эти люди и разграбили некогда прекрасную страну. Есть много книг и курсов «Как стать миллиардером», но все это в прошлом. Основные деньги на сейчас зарабатываются не в Соединенных Штатах. Самая прибыльная профессия – не инвестор на фондовом рынке или криптовалюты. Венчурные инвестиции упали на 65%, инвестиции в финтех упали на 85%. Но есть еще место, где можно быстро разбогатеть. На сегодня самая денежная должность в мире – это министр обороны Украины. С начала войны Украина получила больше 100 миллиардов долларов. Сколько людей захочет отломить что-то от 100 миллиардов долларов? Конечно, много. И все они при этом будут стараться выглядеть самыми ярыми патриотами. Сегодня я поделюсь историями успеха. Но для начала, друзья, подпишитесь на YouTube-канал «Панченко», если вы еще этого не сделали. И обязательно подпишитесь на Telegram «Панченко», ведь именно там рождаются все темы для наших выпусков. Поехали! Истории про миллиарды хорошо заходят молодежи, мечтателям. В то время как старшему поколению с семьями тысяча долларов – это хорошие деньги. Миллиард даже представить сложно. Этим прекрасно пользуются политехнологи. Покажу на примере Ющенко. В 2016-м вокруг него вспыхнули скандалы. Сначала заявили, что за передачу власти ему заплатили миллиард долларов. Потом появилась информация, что его дочка отгуляла свадьбу в замке Рокфеллеров. Появились фотографии, как он на двух джипах, на двух мерседесах с охраной в Киеве нарушает все правила дорожного движения. А через две недели в СМИ появилась информация, что кто-то якобы случайно сфотографировал Ющенко, когда тот торговал вышиванками около метро. И вот вам простая технология от политехнологов Ющенко. Миллиарды, замки, кортежи настолько далеки от обывателя, что он считает, что все это сказки. И гораздо быстрее поверит в то, что пасечник Ющенко торгует вышиванкой. Оттуда же технология обвинит девушку-журналиста в государственной измене. У нормальных людей нет столько цинизма, чтобы понимать, что кто-то одной рукой отправляет их детей на фронт, а другой гребет деньги из их карманов. Они не могут себе этого представить. Поэтому гораздо легче верить, что их предала девушка-журналист. И я это прекрасно понимаю. И не в обиде. Друзья, как вы себе представляете министра обороны в воюющей стране? Но нет, это совсем другие люди. Министр обороны адвокат Резников. Возможно, он очень умный? Не нужно иметь нижнюю тревожную валюту. Максимум, держите в себе необходимые вещи. Если ваш дитя, маленький, где-то впадет, сенсии набьет, возьмите, купите ему йоду. Только не больше того. Станом на сегодняшний день, мы сегодня говорим в день закоханных, 14 лютого 2022 года, в жодном месте, я вам это ответственно заявляю, не створено жодного места наступального ударного окруппования. Когда министр обороны говорит о том, что в ночь перед нападением он спал, и его разбудил Залужный со словами началось, то я ничего не понимаю. Где проши вражение? А, извините, где есть дорога на мозг? Вже говори про два роки, что эта война будет продолжать. Когда мы перевозим? Ну, знаете, я единственное, что, извините, я просто спирался, я передягался, губнов в рубежке, и оставил карты Таро в номере. Я не могу. А может, у него особая миссия? Мы выполним миссию НАТО сегодня, без втраты их крови, с втратой нашей крови. Пока Украину использовали как полигон, адвокат Резников занимался совсем другими вещами. С началом вторжения Министерство обороны получило полную свободу на непрозрачные закупки продуктов и вещевого обеспечения. При этом Минобороны позволяет себе скрывать информацию даже от Верховной Рады. Почему закупки закрыты? Как пример, соглашение стоимостью 13 миллиардов гривен. Цены на самые входовые продукты оказались завышены в 2-3 раза. То есть реальная стоимость продукции 5 миллиардов гривен. Куда делось еще 8? А потом был скандал с яблоками, когда солдаты пошли на рынок и купили яблоки в 3 раза дешевле. И скандал с некачественными турникетами, закупленными для армии. Козлом отпущения командование сделало ночмеда Антона Шевчука, который одним из первых начал говорить о некачественных аптечках и направлял рапорт на их замену. За неудобную для командования информацию врач-офицер, который исполнил свой профессиональный долг, получил строгий выговор. Логично, что ночмеды других бригад после такого не захотят писать жалобы о некачественном медицинском имуществе. Известный скандал с куртками, где, если разобраться, все ведет к окружению Ермака. Но все это воровство за спинами военных – это уже хобби. Резников прозорливее и в первые же дни вторжения, не понимая плана в России и будет ли штурм Киева, он решил сделать себе золотой парашют и отправил 1 миллиард из Минобороны на подставные фирмы. Мой товарищ, который там работает, он мне говорит, ты понимаешь, они же деньги на вооружение направили 36 миллиардов гривен. Понимаете, что это такое? Это почти миллиард долларов. Буквально в первые дни войны там отправили на какие-то подставные фирмы на вооружение. А нет, в результате нет ни вооружений, ни фирм, ни денег. То есть просто украден миллиард долларов во время войны. Для обычного украинца это около 100 тысяч лет работы. Если бы вы начали собирать по тысяче долларов в месяц во времена мамонтов, то до сих пор бы не догнали Резникова. Как стать таким успешным? В 2000 году Резников создал свою юридическую компанию. А в 2004, во времена Первого Майдана, Резников был главным защитником Ющенко как кандидата в президенты Украины. И в результате был назначен третий тур выборов в нарушение Конституции Украины. После того, как Ющенко стал президентом, фирма Резникова монополизировала юридическое обслуживание «Нафтогаза». Без тендеров. В числе прочего Резников легализовал перевод 150 миллионов долларов на счета зарубежной фирмы, якобы за оборудование. В итоге никакого оборудования на Украине не получили. Глава «Нафтогаза» ударился в бега, а Резников вышел сухим из воды. К примеру, Резников без тендера защищал «Нафтогаз» в деле по газовому долгу против «Росукренерго». Суд проигран, но за два года компания заработала 5 миллионов. Когда жена партнера Резникова Сергея Власенко разводилась с своим мужем, она рассказала, что в суде на нее оказывал давление Пашинский и Резников. Они участвовали в аферах по подделке документов на недвижимость. Логику уловили? У нас коррупцией в той или иной степени пропитано все. Ребята, преступность организованная. А вы нет. Но главное, все эти патриоты не забывали носить вышиванки. А по факту Ющенко, Резников, Пашинский – это одна банда агентов влияния Соединенных Штатов. Помните, говорили «банда из Донецка». Так вот, эта банда из Западной Украины. Ющенко уже давно стал миллиардером. Резников заработал миллиард за несколько первых дней войны. Остался один Пашинский. Но погодите, что там пишет западная пресса? Нью-Йорк Таймс писали, что компания, связанная с Пашинским, который выстрелил человеку в ногу и не понес наказание, была крупнейшим поставщиком оружия в Украину. Он покупает и продает гранаты, артиллерийские снаряды и ракеты через трансевропейскую сеть посредников. Компания «Украинские бронетанковые технологии» сообщила о своем лучшем периоде за всю историю. За год общий объем продаж составил более 350 миллионов долларов. По сравнению с 2,8 миллионами долларов в предвоенном году. Вот вам банда из Западной Украины, которым было выгодно, чтобы вы пошли на фронт. Чтобы они могли зарабатывать на войне. И чем больше будет длиться война, тем для них лучше. Не вздумайте думать о мире. Резников не понес и не понесет никакого наказания. А теперь у нас новый министр обороны. Рустем Умеров. Я за правду. В российских и украинских пабликах разгоняются якобы порочащие его видео восьмилетней давности. Но мы нашли его фото восьмилетней давности и можете сами сравнить. Поэтому не введитесь на манипуляции. Но тем не менее у меня вопрос. Почему управлять Министерством обороны, воюющие Украины, назначили предпринимателя? Напишите свое мнение в комментариях. Власть планирует оборонять Украину? Или предпринимать что-то с денежными потоками? Умерова кончил программу обмена будущих лидеров. Флекс США. Вернулся на Украину в 1998 году. Вел бизнес в Соединенных Штатах. Был основателем ряда крымско-татарских общественных организаций, подконтрольных американским фондом. Прослеживайте логику. Россия, агенты Запада, агенты внешнего управления и так дальше с единственной целью. То есть это должно в момент час работать. Американцы вели человека 25 лет. Взращивали. Вот что значит системный американский подход. Что будет дальше? Перешел самый честный министр, который был успешным предпринимателем, но почему-то пошел на госслужбу за копеечную зарплату. Чего ждать от Умерова? Да все того же. Пройдет какой-то год и снимут его с должности с обвинениями в коррупции. И поедет он тратить свой миллиард. Но этот год молодые ребята будут гибнуть на фронте. Друзья, скажу вам одну страшную вещь. Западу не нужна победа над коррупцией в Украине. Западу плевать на Украину. Ему не нужен конкурент ни в промышленности, ни в АПК. Все эти разговоры про борьбу с коррупцией в пользу бедных. Взамен на оголтелую русофобию Запад позволит воровать в Украине сколько угодно. Лишь бы украинцы ослабляли Российскую Федерацию. Денег еще напечатают. Украинские земли и предприятия не жалко. Поэтому те же люди, которые накручивают вас воевать до последнего, именно они другой рукой шарятся у вас по карману. Резников стал миллиардером. Пашинский стал миллиардером. Умеров тоже будет миллиардером. Все знают о коррупции. Все знают, что они воры. Но никого из них не посадят. Ведь и речи не идет о криминальных делах против Резникова. Напротив, ему готовят почетную должность посла в Британии. А чтобы отвлечь вас, врагами выставляют меня и таких же людей, которые хотели мира и жизни в согласии. Вам и слышать это неприятно, я знаю. Но вы уже потихоньку начинаете задумываться. Друзья, спасибо, что смотрите и поддерживаете меня и мою команду. Если хотите присоединиться, ссылка в описании внизу. Конечно, делитесь этим видео с друзьями. А еще в комментариях напишите, как думаете, сколько времени нужно Умерову, чтобы тоже стать миллиардером. Спасибо, мира вам. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok